А возможно ли было осуществить такую мечту в Америке? Люди из всей округи, Москва, Красси-Горс, везде Сочи, два мужа, начали сказать, «Джефф, помогай нам!» И делали то, что я хочу, чтобы помогать людям. Якобы вы приехали в Россию исключительно за пиаром и для того, чтобы заработать денег. Теперь это время, для меня, чтобы вернуться. Джефф Монсон. Известен всему миру как успешный боец. Он родился в США, там же получил образование и построил спортивную карьеру. В 2018 году наш герой получил российское гражданство и перебрался в подмосковный Красногорск. Там он стал депутатом местного ЗАГС Собрания и сконцентрировался на помощи гражданам нашей страны. Одновременно с этим Монсон занялся популяризацией единоборств среди детей и взрослых. Сейчас его школы работают только в Красногорске и Уфе, и даже в Луганске. Монсон часто бывает в ЛНР и делает все от него зависящее, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит на Донбассе. Добрый день, Джефф. Добрый день. Рада вас приветствовать. Спасибо за приглашение. Мы находимся сейчас в Уфе, в вашем персональном зале. И расскажите немного, когда вы успели переехать, потому что, я думаю, не все ваши поклонники знают о том, что теперь вы живете не в Красногорске. Да, я был здесь один год. И как это произошло, я у меня в Красногорске. Я был в Красногорске два года. И, конечно, в Красногорске became главный губернер Башкортостан, Роди Хабиров. И он у меня был большой мечт, и он был спортсмен, и он хочет дать им спорт, и он мой друг. И я работал с ним, и я работал с ним, и он сказал, «Джефф, я у меня есть большая вещь, чтобы вы пришли к Пашкортостан, и открыть школы для детей, для детей, для детей. Для детей, для детей, для детей, для детей, для детей, для детей. Сколько школ у вас уже в Башкортостане? Я у Вас в школе, для детей, для детей, для детей, для детей. школы, где они идут в школу, учат английский и матч, и все это. После школы, наши ученики идут в эти школы и учат в моем классе. Так что, это было немного длинно, потому что коронавирус, мы делали мастер-классы в эти школах, и это не было в полном времени, но на 1 сентября, после праздника, мы идем в полном времени. А школы являются платными, или они бесплатно их оплачивают? Это лучший план. Все школы бесплатные для детей. Это мой меч, что привести в Россию, какие основные фундаментации в Россию, как Россия уже имеет свободную здравоохранение, свободную школу, свободный спорт для детей, для всех. Это мой большой меч. А возможно ли было осуществить такую мечту в Америке, чтобы открыть детские, бесплатные школы? Это невозможно в Америке, потому что в России, потому что, я думаю, кто я являюсь, потому что я очень знаменитый, это немного легче. И также, потому что я нашел поддержку людей здесь. Боевые искусства в нашей стране были популярны всегда. При этом, выбираем и понятные и привычные направления – самбо, бокс, каратэ, джиу-джитсу. Хотя есть относительно новый вид, так называемый «mix fight» или MMA. Связано это с популярностью самих боев. С тех пор, как стали доступны трансляции поединков, аудитория неуклонно растет. Со прошедшие два года число фанатов UFC в России увеличилось более чем на 4 миллиона человек. В итоге, MMA стал пятым по популярности видом спорта в России, обойдя баскетбол, бокс, теннис и даже хоккей. Вы живете в России уже больше 6 лет. И у вас было много интервью, на которых вы очень часто говорили о русской душе и своей невероятной любви к русским. За то время, пока вы живете в России, что-то изменилось? Я думаю, что, чем больше я встречаю людей в России, чем больше я встречаюсь с ними, тем больше я становлюсь в России, тем больше я люблю Россию, тем больше я понимаю, тем больше я понимаю, что это моё дом, это где я должен быть, это где моё сердце. То есть, чем больше я здесь, тем больше я чувствую. Я знаю, что у вас четверо детей, трое из которых живут в Америке. А ваши дети, которые живут в Америке, приезжают вообще в Россию? И как они относятся к тому, что их папа стал русским? Это действительно единственная часть, когда я в России очень-то вер hysterяю, чем они waren. А мне родители, которые очень-то верняты в России, или много хороших хороших происходящих здесь которые используются, вам нужно приходить к тому, что впечатляет от меня. Мои родители, мои родители, мои родители, которые будут приходить в springе в Россию и проводить время здесь. Я очень рада. Мой сын, который был врач, поэтому он очень трудно путешествовать. Он очень трудный, и мой youngest, она 11. Мы планируем, когда она 13, чтобы приобрести время и вернуться в сутки. Мы проводим немного времени здесь, но это трудно. Я очень рада, и это очень трудно, и это очень трудно. Джефф, помимо того, что вы занимаетесь спортом, развиваете детский спорт в России, вы также занимаетесь политикой и по-прежнему являетесь депутатом Красногорской городской думы. А недавно, как я узнала, вы еще объявили о том, что будете снимать фильм про Донецк. Откуда вообще пришла такая идея и зачем вам нужен этот фильм? Я тоже учитель в Луганске. У меня есть паспорт, и я был там several times, Луганск-Донецк. Every time I go, I see how the people have suffered during this war. I've seen the destruction of the airport, of the hospitals, of the Детский дом, like all, like, houses, like, destroying these people, like, surviving. And it broke my heart, like, it made me, like, really cry. So the documentary has a couple of purposes. One, we want to express to the world what's happening there. The world has forgotten about Ukraine and the situation with Donbass. Everybody's forgotten. Like, Russia knows, like, Ukraine knows, Donbass knows, but the world has forgotten about this. They don't, like, what? They forget even a war is going on. We want to remind the world that this has not gone away. These people are still suffering. And we want to tell the story of these people. Not just, like, oh, there's a war. Look at the tank. Look at the guns. No, no. We want to talk about the people. Oh, this lady was a schoolteacher, and she lost her school, and she lost, like, five of her students in a bomb. Or, you know, these people lost their house, and they were farmers, and now they're living with relatives. And these people are like, what's happening with me? Oh, there's no hospital here anymore in this town. They have to travel, like, 300 kilometers to get to medical care. It's like, we want to show, like, the suffering of these people and tell their story. Like, so we interviewed many people there. We've been there a couple times and interviewing people. Not just the soldiers. The soldiers, too, but, like, the people who are really, like, suffering during this conflict. And it's very important enough to tell the world what's really happening. Not what you hear in the media from the United States or from Europe, but what's really happening. And we really want these people to tell their story, to give them a voice. Because right now they have no voice, and they, when we were down there just one week ago, they were just like, please, tell our story. Like, because nobody, nobody understands. В одном из своих интервью вы сказали о том, что западные СМИ рисуют какую-то абсолютно другую картину, происходящего на Донбассе. То есть не того, что там есть в реальности, а вот чего-то другого. А вот какую картинку все-таки рисует Запад? So, when I was there about a year ago, I, you know, went to Lugans, to Nass. I was there, like, one week and met many people. And when I went, I went home the next day to, I was living across the course. And then I went to visit my children in USA, in Miami. And on the airplane, they give you free newspaper to read. So I was reading the Washington Post, which is, like, very famous newspaper. Near, like, you know, New York Times, near Washington Post, one of the two or three most popular newspapers. And I was reading the story about Dunbass, about armed bandits running the country, no governments, curfews. Like, everyone with a gun, Russia have a gun to everybody head, saying, say this, say this, say this. Like, people living in fear of the gangs and, like, Russia interfering, Russia tanks all over the place. And I was like, I was just there, like, for one week. All this, everything they said was not true. Everything they said was not true. Like, nothing. So I was shocked, like, to see this. And that's kind of one of the reasons we wanted to tell the real stories. Because, you know, if you're just a normal person, and you read the newspaper, and you read this, you're going to be like, oh, man, these Russians bad. They're terrible. These, Ukraine's trying to help these people. Right? Ukraine is killing its own people. Ukraine is, I was there, like, five days, four days ago. I saw bombs coming over. They shoot just indiscriminately at houses, in the middle of a park, at schools. They just shoot over every day. They hit house. They hit daycare center. They hit kids walking down the street. They don't care. They not even fire at military. They just fire at civilians. I mean, they're killing their own people. Like, I saw this. So I want to tell this story. It's crazy. Like, if people really understood, like, that another country is just shooting, trying to kill normal people, not fighters, not people with guns, just people walking their children or going to the market, like, it'd be crazy. It's a war crime. It's a U.N. war crime. And, like, I saw this with my own eyes. Not people telling me, oh, I believe what he said. No, I saw this. Like, every time I go, I see this. But last time I went to the front line, and I saw this. I saw the bombs coming over. I talked to the people. I saw the houses. I saw the airport. I saw the... The what would remain of a school. I'm like, I'm shocked. А вы сталкивались с тем, что в России очень часто сами русские, ну, жители России, зачастую не любят свою страну и замечают только какие-то негативные моменты? Something I don't like about Russia, people ask me, you like Russia so much? Well, what don't you like about Russia? Well, the pro-key, the traffic, for one. But this is not a thing. People in Russia, they're proud of their country, but they also have... They believe that the world thinks Russia is bad. They think... All people think, oh, the United States, Europe, everybody thinks Russia's bad. And so they are like this. They're like, uh... Like, and they... You know, when I go to different cities, they try to say, hey, look, this good thing. We had this good person live here. He was an astronaut. Or this good sportsman lived here. Or we have... I went to one city, and they say, oh, the championship of the world hockey team, disabled hockey team, plays here. They want to make you think, we're proud, we're good people. They're always trying to prove to me, many Russians trying to prove, we're good people, we're good people. We're not bad people. We're not what everybody thinks. You know, there's a social conscience where they feel, like, ashamed in a way. They feel proud of being Russia, but they feel ashamed because they understand that the world looks down on them. And now, especially with these sanctions on the economic sanctions and what's happened with the Olympics and Russian athletes not being able to do the Russian anthem or wear the Russian uniform and stuff, it's more like criticism and, you know, a reason for Russians to feel like... I think if they go across to different countries and they say, oh, where are you from? They go, I'm Russian. And they feel like people are going to be like, oh, you're Russian, like this. But Russians have a lot of pride, and it makes me angry because, like, I've been to probably 35 or 40 different countries. I've been all around the world to many places for sports events, and I love Russian. I love Russians, and they have a lot to be proud of. Not just because the country is, like, beautiful, and, like, there's a lot of natural resources, and, like, the people are wonderful here, the people are very kind, the people are very generous, the people have, they have soul, and I know I say this a lot, but there is soul here. What you often say about the Russian soul, do you have an American soul, for example, if there is an American soul, and if there is, then what is it? That's a good question. There's good people in America. I don't, it's not right, it's not correct for me to come here and say, America's terrible, bad people live in America. That's not true. Like, America, there's very good people that live in America. I mean, I have many family people that live in America. I have friends that live in America. There's many good people that are given in America. But, the idea of America, not just the government, but the whole ideology of America, is me, 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 me. Make money, be successful at other people's expense. The ideology of America is, like, we're Americans, we're superior, we can do what we want. And, unfortunately, that, if I had to sum up the soul of America, that's the soul. It's, like, American exceptionalism, like, do what we say, but don't do what we do. Насколько вообще американская мечта достижима в Америке? The American dream can't be obtained by everybody, because there's an owner, but if everybody's an owner, then it's socialism. Like, so there has to be people working for the owner. So, the American dream only works for a few people. And, unfortunately, like, success is how America, like, values, like, worth. So, if you say, oh, here's my friend. You gotta say, oh, what does he do for work? Oh, he's a schoolteacher. I'm like, hmm, that's not so good. So, he doesn't make so much money. He doesn't, like, it's, or maybe he's, like, a, like, a athlete and makes a lot of money and famous. Then he's like, oh, he, like, it's success. So, he's a good guy. It doesn't, when people ask, oh, about your children. Oh, you have children? Yes, I have two children. I have a boy, he's 10, and a girl, she's 7. And what do people say? Oh, they're the best in class. They're so smart. He's, uh, he's the best on the football team. He's, like, uh, the fastest kid in school. It's never, you never hear, oh, my boy's so nice. My girl's so nice. They're so kind. They care about the animals. They care about the people. They're very giving. They're generous. You don't hear this. Because it's not important in America. What's important is success. First, like you mentioned, money. Having money. Um, fame. Like, you know, this kind of thing. Possessions. Good car. Good house. These are the things that are important in America. These are the things that, when I come to Russia, I gave up. I gave up at a car, I had a nice house, I had more money. And it was like, I can have these nice possessions, but live in a place with, that I didn't agree with, the philosophy, or I can come to Russia and be around people, be around like people I consider family, and doing things that I want to do, helping people. And being part of something special, being part of something bigger than me. So this is, I choose this. It makes me feel like alive. Скажите, пожалуйста, люди в Красногорске и в Уфе, они отличаются? I think, you know, they're both fantastic people. I just think it's maybe easier to be nice in Уфа or Bashkortisan because it's just slower pace. I think, like, Красногорске is, like, you know, right next to Moscow, and many people in Красногорске work in Moscow, and so they have to drive the long traffic, the terrible traffic every day and this. And it's a more fast, busy, trying to, you know, make, like, be here, be here, be here, make money, lifestyle. And it's a little bit, it's a little slower and more relaxed in Уфа. You know, there's more, there's more time to walk to the park. You know, when I walk with my daughter at nighttime, we go, like, 9 o'clock, 10 o'clock at night. There's always people out, and they're very friendly with my daughter, like, play with her, even people who don't recognize me. And people just, like, oh, some man with his daughter, and they're very friendly, and they, you know, though, and it's, like, we feel safe walking at night and meeting the people here, so, you know, there's very nice people in Красногорске, too, I can't complain. I like the people there, they're very kind, but I think just the lifestyle here is better, better for me, I like it better, it's more relaxed, it's more, I'm more enjoyable. Расскажите немного больше о своей семье. Я знаю, ваша жена Евгения, она русская, но вы никогда не рассказывали, как вы с ней познакомились. Какой, в Коэмэлэс? – и я не в нём педагогрил, но это просто не смешно, потому что она тесла. Она что-то не любит меня, потому что она – что я была хорошей м Kopらцом. Но, правда, она не знала, что я не знала. Серьезно, они знают меня, но они как-то так же. Но она не знала, что я ничего не знала. Поэтому это было очень интересно, и построили меня в себе больше. Я тоже знала что она не любит меня, как у меня, потому что, как у меня есть used как мы общались, как мы танцевали, поэтому мы были интересны в другом так же. Она не знала, кто я. Она никогда не слышала о меня. Она никогда не смотрела ММА. Она не волнула об этом. Это было реально. Как вы сделали ей предложение? Ну, я не пошел на одну ногу. Мы просто ходили. Я просто сказал, я живу в России, я хочу жить в России, и ты человек я хочу быть. Потому что, как я раньше, я была здесь, здесь и здесь, и я не могла садиться. Я всегда пыталась найти правильный человек, но она меня не хотела быть хорошим человеком, а не просто найти правильный человек. Я хочу быть хорошим человеком. для нее. И вот так я понял, что она была для меня. Скажите, когда вы сделали ей предложение, после этого она наверняка решила познакомить вас со своими родителями. Как прошло это знакомство? И, может быть, вас что-то удивило тогда в русском гостебриимстве или в традициях наших? Ну, это было немного другое. Я уже встретил ее маму, когда я спросил ее, чтобы меня встретили. Я была хорошей отношения с мамой. И это было, да, есть много традиций. И я знаю, есть разные традиции в разных местах, в России, не только один традиционный. И даже ее семьи в разных местах, в разных местах. и все остальные. Их так, и все, что это было. Я не знаю, Потому что я принесла. Я родился. Я не буду менять. Я младен. Но надо, нужно, нужно дать немного. Чтобы... Если вы ожидали, что кого-то нужно принимать. У вас тоже принимать. Но это надо... надо менять. У тебя есть. У тебя есть. У тебя есть. А скажите, а что вас очень удивляло, то сказали все равно, вот какие-то вещи, конечно, различаются в традициях, там что-то меня удивляло, мне приходилось подстраиваться, а что это было вообще, что это были за вещи? Я думаю, что некоторые традиции просто так сильны в России, они просто не умерли, иногда в США будет традиция, когда семьи вместе с Christmas или что-то такое, но потом в один год вы не можете это сделать, потому что кто-то болит или что-то, и потом они просто падают от времени, но в России, это всегда, как традиции, тосты, 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 др cafeter, таки взookевой объект AIр, когда вы Gesetzent, какой-то вылетаете себя, те, что вылетает со мной, невозможно ли, как на происходящие, всерьез новая работу, соответственно, наверняка, а воamiliar сной срегменте, тому что стой SAT. Это для веры по-극е, но есть,ston, что-то. Вы знаете, как за тетюiset светами. Like in America, if it's light, it's red, but there's nobody around, you'll walk across the street. In Russia, it doesn't matter if it's 2 o'clock in the morning, there's nobody around, you're going to wait one minute until that thing turns red, or green, to walk across. I don't know, just little things, it's not so important. The one I really, I hate to say this, I don't like it, is the toasts. Because it's fun to have one or two toasts, but the more they toast, the more they drink. And the more they drink, the more they toast. And all I want to do is eat, so I want to eat, 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 I'm hungry, I don't drink alcohol. So I'm eating, and they stop, listen to a toast for two minutes, okay, drink water, eat, 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 another toast. And then, at the end, it's like, everybody wants to do toast, so you have to, like, every one minute, you've got to stop. So, I don't like that, I'm just like, do one toast, let me eat. А что касается русской кухни, русской еды, что больше всего любите, и что может быть в самом начале, когда вы еще первый раз приехали только в Россию, вас очень сильно удивило? With the Russian cuisine, the one thing that surprised me is it's very fresh. Like in America, or like most countries, you know, everything is like processed, or most industrial countries, like processed, like if you eat something, it was brought from, by a truck, frozen, de-thawed, processed, da-da-da. In Russia, if you're eating like eggs or an omelet, like the eggs came from maybe like 20 kilometers away on some farm, or the meat is from local, or the bread was cooked down the street, or, you know, it's like, even in restaurants, the food is much fresher. Мяса и член. Yeah, just the masa, yeah, it's good, like the, like I like the vegetables, the grilled vegetables, and the meats, and like all this stuff, and the, the salads, the egg salads, like are so good, you can get at even the grocery store, the supermarket, and, and everybody knows how to make this, so, yeah, like the food is so good, it's so fresh, like I never get tired of it, and my wife's mom cooks me like omelets, and then the kabbaska, the kabbaska, the cabbage with meat inside, I could eat this like, like all day, like, because I, it's so good. Органические или экологически чистые продукты в России набирают все большую популярность. В магазинах стали появляться товары с пометками «эко» и «био», а привычные нам рынки с фермерскими яйцами, мясом и овощами посещают практически каждый второй россиянин. В 2020 году Национальный органический союз проводил исследование, в результате которого оценил стоимость бизнесов по производству экопродуктов в 35 миллионов евро. По сравнению с 2012 годом эта цифра выросла в 9 раз. В США органические продукты тоже популярны, но цены на них существенно выше, и купить их можно только в специализированных магазинах или фермерских рынках, которые есть далеко не везде. При этом за то время, пока вы живете в России, вы, конечно, наверняка успели познакомиться и с нашими не лучшими чертами. Вот, например, не так давно, около полгода назад, вы ездили в Сочи и защищали права обманутых дольщиков. Для меня не совсем понятно, почему такие вопросы, как обманутые дольщики в Сочи, должен решать депутат из Красногорска. Как такое получается? И вот та сторона жизни в России, с которой вы сталкиваетесь вот по этому краю, что она значит для вас? Да, я начинал фонд, который был в Сочи, и этот фонд, это начинал, мы просто открыли это 6 месяцев назад, но это было 3 лет в процессе, потому что, когда я сначала получил citizenship в России, мы получили российские цитизы, люди из всего окружающего, Крестегурска, Все, что, два парня, начали сказать, «Дев, помог нам». Я говорю, «Во? Что с проблем?» Он говорит, «Воу, мы купили квартиры, и мы купили все, что все, что все, что все, как и все, что все, и все, и все, и все, и все. Он купил, и сейчас мы ждем за квартиры, и мы не будем его найти. Так что, право изменилось. Я хочу дать спасибо за Минутин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Capitalism. Capitalism is an economic system where you try to exploit your neighbor, you try to take from your neighbor, and unfortunately, you know, these bad people take advantage of the situation. They saw an opportunity to steal people's money, and they did, and they left the country, or they went to a different part of the country and tried to do it again. So, in Sochi, where I was, this is just one of the 15 different objects that I'm currently working on with my colleagues. The builder defrauded, like, many people there, and now we're trying to have the government, you know, help out these people. But in Sochi, there was a bad guy, a deputat, the head of the deputats, and he was, like, corrupt. He was being paid by the first builder to not make the problem, not fix the problem, not help the people, not get money from the government, and not press charges, not have the bad guy or the bad builder, the first builder, go to jail. So we found this out. Like, I mean, everything's pointed this, and we say, you're corrupt. You're bad. And so he stepped down as deputat. He left. But there's still a lot of work to be done. The problem is every object has a different problem. Like, this object has corrupt people in government, or in the deputat. This is maybe the land, or they built the, they started to build illegally, like, and so it's on a property that they can't build here because of some, like, water problem or something else. We have to build somewhere else. Or maybe this place, they sold apartments, but then they sold the same apartment to two or three different people. So two or three people bought the same apartment. So they all say, it's my apartment, it's my apartment, but only one can have this apartment. So in every place, there's a different situation. Anyway, the law, the law is good now, but we've got to help these people, you know, that before, and it's sad because some of these people have been waiting up to, like, seven or eight years. They paid all the money for this apartment over, like, a long time, like, and now they can't afford, like, they put all their savings, all the money they had to this apartment they can't, that's not being built or they can't move into, and now they have to, they have no money. You know, so all their money, so they have to live with their neighbor or family member. Some people were living in tents in some cities, so, I mean, it's, it's a crazy situation, and, you know, I feel terrible for these people, so. So, and I believe this is, this is not right in Russia. This is Russia, Russia, and Russia should not have this problem with its citizens not having an apartment to live in or not having a place to live. It should not happen in Russia. There's enough money, there's enough good people here, there's enough resources to, to, like, help these people. So, that's why, like, for me, I want to help these people. That's number one. But, number two, I feel it as a, like, a patriotic obligation to, because it makes me very angry to think of Russian people, Russian citizens not having a place to live in Russia. Like, it's not right, and it should be guaranteed that everybody who's a human being, that wants to work, have a right, have a place to live. Nекоторые люди в интернете пишут о том, что якобы вы приехали в Россию исключительно за пиаром и для того, чтобы заработать денег. И приводят в пример Жерар Депардье, который приехал, получил гражданство в России, заработал, там, какой-то капитал и уехал. Вы согласны с этим мнением или как-то можете поспорить, что называется? I think if I don't come to Russia to make money, like I don't, like I have, you know, a salary, like I get paid like everybody else. When I go to Lugansk, Donetsk, when I go to help these people with apartments, it's free. Like, in fact, I normally buy my tickets to go. Sometimes they buy my ticket to go to Sochi to help them, but, like, everything's for free, because that's what I believe. If I believe in it, if it's something that's important, then I want to put my whole effort into it. I had 23 years, 24 years of being a sportsman, being a fighter, training, and everything about myself. I want to win for myself, win the World Championship for myself, win this fight for myself, me, 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 me. And it is, it's a very selfish sport, because every time I train, you know, I train with my trainer here, but it's about me, I want to win. I'm not trying to win for Russia or USA or, like, UFA or something. I'm trying to win for me, because that's what I want to do. But this other, but I have this for so long. Now it's time for me to give back. Like, many people, you know, have helped me. Many people have supported me. And it's time for me to give back and help the people, not just sportsmen, not just people who have lost apartments, not just people in Lugansk and Vanessa, but all the people that I can. It's my, it should be my obligation, you know. So many people have helped me. I'm so fortunate, I'm so lucky. You know, I'm in, like, the country that I love to be in. I'm around people that I love to be with. And I've had such a great career. I've met so many people and got to travel the world. I saw many things. I learned many things. And now I want to use this experience and use the contacts that I have and being who I am to help other people. You know, the last research says that a large percentage of Russians would want to emigrate from the country. What could you, as a person who came to live in Russia, say to these people? And I know that you've been teaching Russian for the last few years. And, in principle, it's already bad. And often, you can't tell them what you're looking like in Russia? Would you say anything from the roots of Russia? Yeah. Of Russia? I love Russia. Because Russia's... Russia's... Russia's LAUREN is... Russia's kaloom. Russia's dadurch is... Russia's life. Russia is more important than money. America's, Europe's... America's, Europe's, yes, more money. Yeah. Well, it's more important, yeah. You mean, that you're really gonna do it. Я согласен, но что важно, спасибо всем, спасибо всем, что важно, деньги и сама и джазин, хорошо джазин, что важно, для меня джазин больше важно, сама больше важно. Я выбрал, выбрал, живу в России, потому что люди, люди, это люди, твои соседа, твои соседа, деньги придут и идти, придут, идти, придут, идти, придут, идти, но сама и джрузия, сфигда здесь. Редактор субтитров А.Семкин